В эфире полезный проект Среда. Меня зовут Александр Овчаров. Здравствуйте. Накануне 19 августа отмечался Всемирный день фотографий. Сегодня у нас в гостях человек, который имеет самое непосредственное отношение к этому уникальному явлению. Известный Ставропольский фотограф Василий Дейнека. Василий, здравствуйте. Здравствуйте. Я вас поздравляю с прошедшим профессиональным праздником. День фотографа отмечался 12 июля, а день фотографии 19 августа. В 2009 году этот праздник был учрежден. И вот я вас с ним поздравляю еще раз. Расскажите, пожалуйста, как вы решили стать фотографом? Ну, вообще, это достаточно долгая история. Я учился... Долгая или давняя история? И давняя, и долгая. Я учился на кафедре дизайна в Севков ГТУ. Ну, естественно, как все творческие люди, у нас были фотоаппараты, мы что-то фотографировали. Постепенно это увлечение перерастало во что-то более серьезное. И постепенно я стал все больше времени уделять фотографии. И, наверное, вот где-то в 2006 году, в 2005 году я прям стал вот, ну, не то чтобы прям профессионально заниматься, но вот появились какие-то серьезные съемки. И вот уже, считай, 10 лет этим занимаюсь. То есть 10 лет можно считать, что это ваш профессиональный опыт? Можно сказать и так. А учились на кого? Промышленный дизайн, квалификация дизайнер. И, в общем-то, эта профессия очень сильно помогает фотографии, потому что это 6 лет обучения каким-то художественным навыкам, развития вкуса, композиции. А перед этим художественная школа, которая дала подготовку для поступления в институт. То есть, как бы, достаточно большое количество времени было уделено именно творческим навыкам. Вы любите свою работу? Очень люблю и с утра до вечера занимаюсь ей. Ну вот скажите тогда, как проходит рабочий день фотографа? Рабочий день фотографа может проходить по-разному. Иногда это выезд в 5, в 6, в 4 утра, может быть. Или, например, выезд вообще в ночь для того, чтобы прибыть на какое-то место съемки или на какую-то локацию. Иногда это, может быть, начало работы в 12 часов дня, потому что после долгих съемок все-таки нужен отдых. Мы обычно приходим на работу, включаем компьютер и проверяем сообщения, почту, сообщения. Потом очень много времени отнимает отбор и конвертация фотографий. То есть, многие люди думают, что работа фотографа заканчивается именно на съемке, но на самом деле это только начало. Ну вот вопрос тогда такой. Понятно, что рабочий день фотографа, он такой смешанный, наверное, ненормированный. Какой путь проходит фотография от щелчка на фотоаппарате до того, как она уже появится? Ну, к печати мы чуть позже вернемся. Ну, скажем, от щелчка до итоговой фотографии. Ну, наверное, вот если сильно не заморачиваясь, можно на три части разделить. Это вот сама съемка, конвертация, то есть это вот перевод фотографий из профессионального формата в обычный формат, который открывается на любом компьютере. И непосредственно обработка, то есть это какая-то цветокоррекция, либо это может быть ретуширование фотографии. Вот подготовка ее именно к печати, то есть человек должен получить фотографию, готовую к распечатке в фотолаборатории. Ну, либо если он ее не печатает, то она должна быть просто в законченном виде, фотография. Сколько времени занимает этот процесс, если брать какую-то стандартную среднюю фотосессию? Я просто почему задаю этот вопрос, потому что многие жалуются или не понимают, почему так долго после фотосессии отдают фотографии. Ну, у кого-то дольше, у кого-то раньше, да? Ну, вот сколько занимает этот процесс, чтобы все качественно сделать? Ну, в принципе, на ретушь фотографии уходит, может уходить от 10 минут до 10 часов. В зависимости от того, как... Ответа на этот вопрос нет, да? Это... Ну, просто фотографии очень разные, и разные требования к фотографиям. В среднем, да, например, на фотографию уходит там 30-40 минут на одну фотографию. На некоторые фотографии может 10 минут уходить, на некоторые больше часа может уходить. Если это фотография какая-то рекламная, портрет, ну, какая-то косметика там, допустим, или что-то реклама чего-то такого, то, что мы на баннерах, например, можем увидеть или в каталогах, то такие фотографии очень долго обрабатываются и тщательно, потому что там нельзя никакого компромисса к качеству проявлять. Иначе просто будет, ну, очень посредственная работа. Скажите, пожалуйста, было такое, чтобы вы отправились вот так вот в 12 ночи куда-нибудь в далекие края отсняли, все, приехали обратно, и что-то случилось, я не знаю, там, с носителем, на котором это все было сохранено, чтобы все куда-то слетело. Были такие случаи? И как вы из них ходили здесь? Ну, коммерческих заказов таких не было. Вот, то есть, были проблемы с накопителями, но эти проблемы, слава богу, решались. Сейчас у меня камера, в которой дублируется, вся запись дублируется на вторую флешку. То есть, так, чтобы, например, две флешки вышли из строя. Ну, это, как бы, уже гораздо реже может произойти. Но всегда, естественно, существует риск, что можно потерять камеру с двумя флешками, да, там, или еще что-то такое. Ну, вы по максимуму перестраховались от этой ситуации? Ну, конечно. В общем, блокбастеров в этом направлении не было и хорошо? У меня, к сожалению, к счастью. К счастью, да, не было такого. Вот, но я знаю, что у некоторых коллег такие проблемы бывают. Кому-то везет, что находят эти накопители или, ну, получается, что там как-то исправить это. Но, на самом деле, очень, ну, жалко, если вдруг съемку нельзя повторить. Это вот, если это какая-то фотосессия, да, хотя бы можно это сделать. А бывают такие события, которые происходят раз в жизни, и тогда, конечно, вообще очень тяжело, даже я не знаю, как. А что вы относите к этим событиям, которые происходят раз в жизни? Ну, это может быть какой-нибудь фестиваль, который никто не будет повторять, например. Вот свадебная какая-нибудь съемка, то есть события, которые невозможно повторить. Вот вы можете назвать такое событие, которое из ряда фестивалей, свадеб и так далее, вот таких событий, которые не повторить, но вот больше всего вам запомнилось или, ну, скажем так, выбивается из этого ряда в положительном смысле? Именно которое я снимал? То есть события, да, которые удалось снять, на котором удалось побывать. Ну, я обычно на таких событиях не снимаю. Ну, что я имею в виду? Я имею в виду, что те события, которые прям вот сильно врезались в память, да, там какие-нибудь, может быть, концерты, да, там, группы, еще что-то. Я обычно, ну, отдыхаю на таких мероприятиях. Вот, а что касается там тоже самой там свадебной съемки, то это, конечно, и творчество, и работа, и к этому подходить нужно с особым трепетом, потому что ты понимаешь, что, ну, у меня там это может быть сотая, двухсотая или трехсотая мероприятия, и для меня оно повторяется каждый раз одно и то же, а для тех людей, у которых это происходит, это впервые. Ну, у кого-то, может быть, не впервые, но, тем не менее, это для них очень важный момент, и, ну, просто этот момент, ну, никаким образом нельзя испортить. Вот, существует масса различных, ну, скажем так, направлений в фотографии, да, это и рекламная съемка, и портреты, и пейзажи, и так далее. Что вы больше всего любите снимать, что вам больше всего нравится? Я бы немножко разделил, я бы немножко разделил это понятие, каким образом, когда я отдыхаю, то я тоже люблю фотографировать, я отдыхаю от работы, как от самого слова «работа», когда мне… То, что нужно делать, да? То, что требуют. Я люблю фотографировать в эти моменты какие-то красивые пейзажи, красивые места, просто события какое-то, вот, ну, стоит человек там, да, возможно, ну, он даже, скорее всего, не подозревает, что фотографирует. То есть это вот, ну, в целом ситуация, да, какая-то. А что касается по работе, то есть фотографий, фотосессий, какие-то фотографии, то, что мне именно нравится фотографировать. Мне, конечно, ближе всего съемка моды, фотосессий, именно интересных и вот сложных, то есть вот мало сложных фотосессий. В основном я эти сложности создаю себе сам, ну, вот, больше, как какие-то творческие, некоммерческие проекты, потому что мне хочется развиваться. Если это будет понятно мне и нашим зрителям, что вы имеете в виду под понятием сложной фотосессии? Сложные фотосессии – это когда задействовано больше, чем два человека, больше, чем фотографии и модели. Это когда задействовано сложное освещение, то есть не просто мы вышли на улицу и фотографируемся, а мы с собой берем какое-то дополнительное оборудование. Что это за оборудование? Ну, световые приборы, к примеру. То есть это не когда мы усложняем просто ради того, чтобы усложнить. Нет. Когда мы это делаем для того, чтобы получить то, что мы придумали себе в голове. Когда мы едем специально, допустим, едем в место съемки специально заранее для того, чтобы оценить, как оно будет именно в то время, когда мы будем фотографировать, как оно будет выглядеть. Для того, чтобы немножко спланировать какие-то, ну, там, по времени, допустим, да, там, для того, чтобы спланировать, что нам из оборудования нужно, потребуется взять с собой. Какие-то, может быть, спецэффекты, там, дым, к примеру. Это чаще всего происходит для себя или по заказу? В большинстве случаев это происходит для себя, потому что вот обычному человеку зачастую бывает достаточно просто вот увидеть себя красивым на фотографии. То есть какие-то навороты, еще что-то. Ну, во-первых, это занимает больше времени и сил, и от самого человека, и от фотографа, и финансово это тоже, получается, у нас бесплатно все очень сложно получить. То есть, ну, бывают, конечно, там, такие вещи, там, и вот все творческие фотосессии, они проходят именно на таких началах. Но все равно какие-то, за какие-то вещи приходится платить. Ну, кто-то не готов это делать бесплатно, кто-то не готов доставлять, к примеру, какое-то оборудование бесплатно там, или приходится там ехать куда-то. Это все равно транспорт, транспорт на какие-то... Но, тем не менее, такие случаи и бывают, да? Да, и слава богу, что они бывают, потому что, если бы их не было, то рутина бы, работы все равно существовала, какая бы ни была творческая профессия. А скажите, какие сейчас фотосессии в основном заказывают? Что сейчас популярно у людей? Ну, вообще, сейчас очень... Мне кажется, что сейчас очень набирает моду все-таки семейная фотография. Вот какой-то такой вот провал, мне кажется, там 90-е, 2000-е годы случился, когда людям было не до этого абсолютно. И вот раньше как-то приходили с семьей, там, фотоателье, которые раньше существовали, там, раз в год, там, да, или два раза в год, или там на каких-то курортах, когда с семьей. И делали семейную, там, одну, там, две, там, три фотографии. Это когда было еще... Это вот те фотографии, где на каком-то красном фоне, да, с атрибутикой детской, скажем так, игрушки. Да, 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 вытвисшие эти фотографии, да. То есть они у всех есть, это вот об этом мы сейчас говорим. Да, а потом вот случился какой-то провал, когда людям, видимо, было не до этого, ну, наверное, это сказывается какая-то ситуация в стране. Вот сейчас набирает все-таки популярность, то есть люди начали понимать, что спустя годы, там, десятилетия какие-то, да, когда они уже постареют, у них, там, дети, внуки, там, уже вырастут. Вот единственное, что они смогут вспомнить, и единственный, наверное, способ воспоминаний, это будут фотографии, какие-то видеозаписи. Сейчас, ну, появились какие-то гаджеты, которые позволяют самому себя, там, фотографировать, снимать, там, вот, то есть вот именно это и останется в памяти. То есть именно это сможет передать, окунуть вот в те годы, которые прошли. И мне кажется, что сейчас вот семейные фотосессии, семейные фотографии очень сильно набрали популярность. Ну, то есть такой возврат к прошлому, то, что раньше ценилось, сейчас тоже набирает обратно. Ну, вот скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. Раз уж вы заговорили о видеографах, скажем так, да, о видеозаписях, есть ли какая-то конкуренция между фотографами и видеографами? Как вы считаете, что более ценно будет спустя годы, фотография или видеозапись, события какого-то? Это вот как дружба между поэтами и писателями. Или дружниками и сноубордистами. Да. Хотя, может быть, нет, я не знаю. Да, ну, естественно, что вот прямой конкуренции не может быть. Это вот два все-таки совершенно разных направления. Они очень похожи, они очень сильно пересекаются. Потому что они пересекаются, поэтому мы очень… Пересекаются, но в то же время это разные вещи. Конечно. Мы общаемся очень тесно с нашими там, ну, видеооператорами, видеографами, как сейчас стало модно называть. Такой прямой конкуренции, конечно же, у нас никогда не будет. Но в то же время мы друг друга чему-то учим, чему-то друг у друга учимся. То, что будет ценнее для каждого человека, это по-разному. Вот сколько я слушал разное мнение людей. Кому-то больше нравится видео, кому-то больше нравятся фотографии. Но вот из, наверное, того круга, который у меня есть, все-таки больше людей склоняются к фотографии. Ну, ненамного, то есть вот примерно 60 на 40 процентов. Так, чтобы видеографу сейчас не обидеть. Примерно пополам. Но это на самом деле, это вот в моем круге так получается. И что самое интересное, что люди это именно аргументируют. То есть они не просто это там бездумно говорят, но для них это как бы легче предоставить их и посмотреть, и показать фотографии. То есть вот поштучно они… Мне кажется, здесь даже дело не в сложности продемонстрировать фотографии и видео. Как вы считаете, имеет ли право на существование, на такое сравнение, скажем, если брать книгу и фильм, то книга – это фотография, а фильм – это вот видеоролик. Потому что когда ты смотришь видеоролик, там все понятно, как это было. А когда ты смотришь фотографию, начинает работать воображение. Ну, кстати, интересно, интересно. Я так думаю, что, наверное, Александр, да, вам фотографии больше нравятся. Ну, мне почему-то так показалось, что такое может быть. Много всего вспоминается просто, когда смотришь на фотографию. Ну, если помнишь, конечно, эту фотографию. Много всего вспоминается. Интересно. И из воспоминаний, как правило, сами знаете, что только положительные моменты. Я тебе буду приводить этот пример. Спасибо. Берите и пользуйтесь на здоровье. Скажите, у вас есть любимый снимок? Может быть, давайте начнем так. Не из вашего портфолио. Любимый снимок, который вас впечатлил, поразил и до сих пор остается в памяти. Вот немного разные понятия. Впечатлил и нравится. Вот мне вообще нравятся фотографии, которые красивые. Ну, это очень такое понятие широкое. То есть вот нравится, это значит, вот открываешь, но она тебя цепляет, она тебя чем-то поражает. Это могут быть просто яркие какие-то цвета, но не просто там яркие, аляпистые, да, там какая-то абстракция. А вот именно, ну, например, там поля, на которых там цветут голубые цветы какие-то, да, там еще, то есть открываешь. Эта фотография, то есть все, ты ее можешь на рабочий стол заставкой поставить, к примеру. Да. Такое, ну, вот немножко банальное сравнение. То есть это вот фотография красивая. Вот, но есть фотографии, которые цепляют по-другому, то есть которые начинают волновать, которых ты начинаешь, ну, вот просто вот думать о тех людях, к примеру, которые на фотографиях. Я вот неоднократно смотрю на победителя различных международных премий, фотографий. И, ну, вот, например, там топ-100 фотографий, да, или топ-50 каких-то снимков, которые получили премии. И я заметил, что большинство фотографий несут в себе негативные эмоции. То есть вот именно негативные эмоции гораздо... Страдания какие-то. Да, гораздо более сильнее цепляют, вот за живое прям цепляют зрителя. Потому что, к примеру, фотография счастливой семьи эмоционально она проигрывает, к примеру, фотографии, сделанные в боевые... В стране, в которой идут боевые действия. Я вот, ну, некоторые такие снимки я вот помню, к примеру, когда был теракт в Америке, там, 11 сентября, вот фотографии там, где человек, который падает на фоне этого рушившегося здания. То есть это знаменитейшие снимки, которые там, наверное, во всех журналах, там, в газетах напечатали. Но чем он поражает? Он поражает ужасом происходящего. Вот. И таких фотографий очень много. То есть вот очень сложно после этого положительными эмоциями, положительными фотографиями какими-то перебить те эмоции, которые именно от негативных фотографий исходят. Поэтому вот мне бы хотелось больше делать именно позитивных. То есть фотографий, ну, какая-то, может быть, шуточная ситуация происходит. Ну, вот... Лучше брать количеством положительных эмоций. Ну, мне хочется вообще просто, чтобы положительных эмоций было больше. Даже вот в новостях, если мы любой канал включим и новости послушаем, как бы... Хорошие новости в конце и просто буквально две минуты. Зато всего остального на чайка выливается, ну, там, гораздо больше. И недавно в интернете я прочитал, это называлось положительные новости о России. Ну, очень интересно на самом деле было почитать, что хорошего произошло за последнюю там неделю. И я подумал, хорошая идея. Может быть, кто-нибудь на канале такую рубрику вообще организует. Вот хорошие новости, просто вот классные новости, чтобы человек послушал и понял, что у нас все классно. То есть, если будет происходить какая-то сложная ситуация, когда человек окажется в беде, вы не из тех фотографов, которые начнут снимать это? Нет. Я даже неоднократно, ну, вот вижу какие-то ситуации, да, вот, которые происходят. Я понимаю, что этот снимок вызовет эмоции у людей, но я не могу это такое фотографировать. Ну, может быть, во мне нет вот этой жилки репортерской там какой-то, да, там. Но с другой стороны, вот эти вот репортеры, они немножко бесхребетные люди. Вот есть даже небольшой ролик такой в интернете, одна шестьсот сороковая секунда, может быть, кто-то видел. Вот тоже об этом говорится, что там женщина сделала снимок такой, ну, во время там войны в Ираке. И она могла помочь девочке, ну, по крайней мере, что-то сделать, но ничего не сделала. Она сфотографировала уже убитую девочку. Этот снимок занял, ну, премию, она получила премию, но она не смогла этим насладиться, потому что она сделала... Это осталось уже на душе. Да, это осталось именно на душе. Ну, вот очень тяжело как бы. Поэтому я, наверное, не из тех фотографов, которые будут делать вот именно такие снимки. Мне больше нравится все-таки фотографировать красоту, положительные эмоции. Василий, в последние, я не знаю, в последние десятилетия, наверное, да, количество людей, работающих в профессии фотографа, значительно увеличилось. Наверное, в том числе и потому, что появилось желание фотографироваться у людей, как вы говорили, да, опять же, семейные фото и так далее. С чем вы связываете рост популярности этой профессии? В первую очередь я связываю это с простотой получения фотографий. Просто мне, с одной стороны, мне не посчастливилось застать тот момент, когда фотографировали только на пленку, когда пленку это проявляли. С другой стороны, кто-то из, наверное, старых фотографов скажет, ну и слава богу, что тебе это не довелось, потому что были большие сложности в получении качественных, во-первых, качественных фотографий, во-вторых, вообще фотографий. То есть ведь если пленку засветишь, то уже все, никаких фотографий. Это вот как отформатировать флешку или вообще потерять ее, это вот примерно то же самое значило. А снимали в те времена гораздо меньше, вот по количеству, да, вот могли... Ценность фотографии увеличилась или наоборот? Это сложный вопрос на самом деле, потому что, наверное, не ценность фотографии, а ценность кадров уменьшилась. Да, вот ценность самих кадров, количество кадров уменьшилась, потому что если раньше... Увеличилось количество кадров. Сейчас уже увеличилось, да, поэтому можно фотографировать, грубо говоря, не жалея, вот можно фотографировать, то есть больше делать дублей, чтобы там получился там какой-то там снимок, который там требуется. Это вот в первую очередь именно с этим я связываю популярность фотографий, а второе... То есть развитие технологий, да, позволило? Возможно, у кого есть возможность приобрести технику и желание. Вот первая моя зеркалка, именно цифровая, она стоила 1000 долларов в 2006 году, но для меня это была большая сумма. Я могу сказать, что вот в то время еще были люди, которые фотографировали вот только на пленочную фотографию, вот цифровая только-только появилась. Это нужно было обладать навыками обработки на компьютере фотографий, не все этим обладали и так далее. Второе заблуждение, почему вот стала набирать фотография популярность именно как профессия, это заблуждение связано с простотой профессии. То есть все думают, что это так просто. Да, возможно, что это не такая тяжелая профессия, как шахтер, к примеру, но есть такое вот понятие все-таки вот дано человеку или не дано быть фотографом или врачом, к примеру. Не важно, каким-то архитекторам дано или не дано. Многим каким-то людям дано, а каким-то не дано, но они пытаются в этой профессии что-то сделать. Но, как в любой профессии, есть такой естественный отбор. Мне кажется, что вот проходит время, да, там остаются только вот те, кто достоин этой профессии, те, кто творческие, да, там, те, кто готовы как-то меняться, да, там, со временем моды, с течением моды. Те, кто не готов, они входят, ну, вот в какую-то другую, наверное, профессию, в какую-то другую отрасль. В новую какую-то модную волну, возможно, творческую. А может быть и нет. Вот, Василий, скажите, наверняка вы знаете, что в многих семьях есть такая традиция пересматривать старые снимки, старые фотоальбомы, черно-белые фотографии. Как вы считаете, сейчас-то, ну, не так печатают фотографии часто, как раньше это было. Как вы думаете, будет ли жить эта традиция через какое-то время? Сейчас все-таки, да, это вот верно, что не все печатают фотографии. И это жалко, что не все печатают фотографии, потому что сейчас-то стало гораздо доступнее, чем раньше. Сейчас это на абсолютно новом уровне. То есть это получить хороший, качественный снимок сейчас гораздо проще, вот именно я имею в виду, напечатать. Ну, и это стоит не таких космических денег. Вот обычные фотографии 10 на 15 сантиметров, которые, вот эти снимки будут жить 100 лет. Цифровые снимки, я не знаю, сколько они будут жить. Я всем вот своим там друзьям, да, каким-то там, может быть, клиентам советую хранить в нескольких, на нескольких компьютерах, на нескольких флешках фотографии. Потому что потеряв их однократно, вы их уже не вернете. Вот я бы посоветовал с любой фотосессии, с любой поездки распечатывать 10 фотографий. Распечатывать 10 фотографий и складывать их, ну, если не в альбом, то просто в коробочку, да, которую вы сможете открыть, там, да, через какое-то время. И просто пересмотреть именно на физическом носителе. Потому что сейчас с развитием технологий у каждого есть маленький фотоаппарат, там, да, или телефон. И все из поездок привозят с собой там 200, 300, 400, тысячи фотографий привозят, смотря какая поездка. Я советую 10 фотографий самых классных, самых запоминающихся распечатывать, чтобы они хранились именно в отпечатанном виде. Буквально, ну, вот так давно приходила к нам женщина, обратилась за помощью, она случайно отформатировала флеш-карту свою на фотоаппарате. И там были фотографии за 10 лет. То есть она фотографировала на свой, ну, вот маленький фотоаппаратик, и фотографии эти она не сбрасывала на компьютер. Она фотографировала, ну, там, большая флеш-карта была, вот, и она случайно отформатировала ее. Вот, ну, мы восстановили эти фотографии, но я ей просто вот еще раз напомнил о том, что, ну, нельзя хранить все это на флеш-карте, потому что, ну, все это имеет какую-то степень надежности, но не 100% абсолютно. И лучше распечатывать не раз в 10 лет, да, наверное? Лучше не раз в 10 лет, лучше после каждой вот поездки, после каждого там события, после там дня рождения, там, да, какие-то крестины, там. Просто там поездка в горы, там, в какой-нибудь, ну, там, в Архиз, там, да, или просто вот поехали покататься, да, там, на лыжах или на шашлыки. Это, ну, 10 фотографий, это 100 рублей. Не деньги? Да. Василий, такой вопрос у меня. Вы сами, как считаете, телефон заменил ли фотоаппарат, в какой степени он это сделал, если сделал? И сами вы снимаете на телефон, делаете ли вы селфи? Телефон заменил фотоаппарат, именно вот, наверное, семейные вот эти вот фотоаппараты, на мой взгляд. Вот, ну, раньше их там называли мыльницы, да, вот эти вот маленькие небольшие фотоаппараты. То есть сейчас телефоны, ну, как мне кажется, сравнялись прямо по качеству съемки именно с вот этими, ну, вот, недорогими... Небольшими фотоаппаратами. Да, небольшими фотоаппаратами. То есть для того, чтобы сделать фотографии в путешествии, сейчас необязательно брать с собой уже фотоаппарат. То есть если у вас, не будем рекламировать эти телефоны, да, то есть если у вас есть смартфон, то вы, в принципе, можете в любом путешествии, ну... Завел у него смартфон, который быстро потеряет заряд. Да. То есть единственное, что, чем нужно запастись, это вот, чтобы было место на телефоне, куда фотографии, да, загружаются, вот, и чтобы в какой-то ответственный момент, чтобы там не села батарейка, да, вот, потому что все-таки если батарейка сядет, то уже, ну, никаким образом мы не... В фотоаппарате мы можем, по крайней мере, поменять батарейки, а в телефоне нужно подзарядное устройство, да. Да, вот, то есть по качеству сейчас достаточно сравнялось это все, и вот это вот, на первый взгляд, бесполезное изобретение, которое японцы придумали, палочку для фотографии, селфи-палка, вот, мне кажется, сейчас очень сильно упрощает съемку, то есть вот человек, даже путешествуя один, он может себя фотографировать, снимать видео, ну, вот, на тех локациях, где он бывает, да, в тех странах, там, где он бывает, то есть не нужно никого просить. Сейчас, считаете ли вы, что селфи-палочка сейчас входит, скажем так, в атмосферу умов людей, то есть к ней пока что относятся... Я вот планирую ее купить. Вы ответили на мой вопрос. Сами вы делаете селфи-палка? Редко делаю. Я не очень люблю, не то чтобы не люблю фотографироваться, я не люблю выставлять свои фотографии, ну, вот, может быть, какие-то личные там, да, еще что-то, но совсем не делать такого у меня нет, то есть я делаю, но просто редко, умеренно. Я больше вот фотографирую те места, в которых я бываю, какие-то места, может быть, предметы там какие-то, мне вот это вот больше близко. Ну, и напоследок, скажите, где можно посмотреть ваши работы? Это, наверное, социальные сети где-то, да, или шаг? Социальные сети, есть у меня личный сайт, но в социальных сетях там все-таки, вот, как, на мой взгляд, больше жизни, то есть там вот прослеживается прям вот то, что было вчера, там, да, или неделю назад можно посмотреть. Иногда я там что-то пишу к каким-то фотографиям, то есть как они там были сделаны. Также в социальных сетях, конечно, удобно общаться, то есть вот, ну, я никогда не отказываю в каком-то совете. И вот тот, кто пишет, к примеру, мне, ну, по любому вопросу, да, там, где место, в котором был сделан снимок, там, да, или как был сделан, или просто какой-то совет, там, да, вот по технике, может быть, даже я никогда не отказываю, я всегда вот стараюсь максимально быстро ответить человеку, что чем-то помочь. Давайте скажем нашим зрителям, как называется ваш профиль, наверное, в Инстаграм, да, и как найти вас в сети интернет, ваш сайт. Ну, в Инстаграм, наверное, проще будет, в Инстаграм у меня artdn.ru, это сайт, ну, а в социальных сетях Василий ДНК, то есть я думаю, что если фамилию правильно напишете, то сразу найдете, вот, обычно делают две ошибки. Ну, ничего, мы напишем, как правильно писать, вашу фамилию. Я желаю вам хороших снимков, просто время нашего эфира уже подошло к концу. Спасибо. Будем ждать вас снова в гости. Спасибо вам большое. И напомню, сегодня в гостях у нас был известный ставропольский фотограф Василий Дейнека. Спасибо. 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 Спасибо.